Здравствуйте, друзья! Никола Тесла оставил нам ключ к свободной энергии У нас есть много причин благодарить Николу Теслу, когда речь заходит о современных технологиях, но если бы капиталистическая жадность не стояла на его пути, вклад Теслы в общество мог бы пойти значительно дальше. Несмотря на свои умственные срывы позже в жизни, вероятно вызванные недоброжелателями и капиталистами, которые опровергли его утопические видения общества, Тесла создал множество изобретений с целью передачи энергии миру практически бесплатно. В то время как Тесла известен своими достижениями в области переменного тока, радиопередачи и асинхронных двигателей, есть у него одно видение, которое не полностью осуществилось, и это беспроводная передача энергии в массовом порядке. В то время как катушка Теслы широко признана и находится в большинстве научных музеев, основа технологии, лежащая в ее основе, все еще находится в своем зачаточном состоянии для практического использования. Беспроводная зарядка только за последние несколько лет стала возможным технологическим продуктом, но ее масштаб еще не достиг уровня, который первоначально предполагал Тесла. В то время как некоторые компании использовали эту концепцию для создания беспроводных зарядных устройств для мобильных телефонов и небольших электронных устройств. Первоначальное намерение Теслы состояло в том, чтобы обеспечить беспроводную сеть питания для любого человека в мире. Башня Ворденклифф Первоначально Тесла создал свою катушку Тесла в Колорадо Спрингс на пике Пайка, чтобы поэкспериментировать и проверить свою идею создания беспроводной энергосистемы для всего мира. Там он получил бесплатную электроэнергию от местной коммунальной службы, а также финансирование своей лаборатории. В своей лаборатории Пайк Пик Тесла мог проверить свою теорию, создав электрические дуги, которые были по существу искусственными молниями, которые можно было видеть на многие километры. Тесла доказал, что с помощью этого изобретения он может питать лампочки без проводов. Это привлекло внимание Джей Пи Моргана, который предложил финансирование для его проектов башни Ворденклифф в Нью-Йорке массивного увеличительного передатчика, также известного как гармонический генератор высокой мощности. Башня Вондерклифф была построена и имела 50 метров в высоту и 91 метр в глубину Земли. Когда Маркуни победил Теслу в беспроводной радиопередаче через Атлантику, Тесла изменил свой план для башни Вондерклифф, чтобы передать свободную энергию всему миру. Энергия создавалась традиционными способами и стоила денег, но башня Теслы предназначалась для того, чтобы сделать возможным передачу энергии бесплатно, создав канал между Землей и ионосферой для любого, кто может к нему подключиться. Помимо потребности в большом количестве денег для достижения этой цели, Джей Пи Морган был под угрозой в перспективе свободной энергии. В конце концов он был титаном своей медной промышленности, главным проводником электричества, а также капиталистом, чья работа сосредоточена вокруг получения прибыли от других. Это типичный еврейский способ зарабатывания денег. В России есть массивная башня Тесла, которая все еще функционирует. Не так многое известно об этом комплексе, который называется исследовательским центром высоковольтных генераторов Маркса и Теслы. Он находится в середине леса, в 65 километрах от Москвы. Предполагается, что установка может вырабатывать достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить энергией всю страну на период миллионной доли секунды. Эксплуатационные расходы башни также, как говорят, очень высоки. В то время как практичность объекта может быть частью причины, почему он не работает, тем не менее, это интригует. Что еще можно было бы извлечь из этого объекта, если бы ему было предоставлено финансирование для его дальнейшей эксплуатации? Несколько лет назад два российских ученых, которые также оказались братьями, начали кампанию по сбору денег, чтобы построить массивный увеличительный передатчик с современными материалами. Чтобы закончить то, что начал Тесла, и обеспечить энергией весь мир. Стоимость строительства башни была установлена на уровне 800 тысяч долларов, однако она так и не была достигнута. Братья утверждали, что доказали осуществимость проекта на основе моделей, выполненных в компьютерном программном обеспечении, а также их веру в доказательство концепции Теслы. К сожалению, цель их финансирования так и не была достигнута. Также был еще один связанный с затратами пробел, который был исключен из этого уравнения – финансирование для производства самой энергии. Братья доказали, что площадь в 100 квадратных километров, расположенная вокруг экватора и заполненная солнечными батареями, будет достаточной для удовлетворения мировых потребностей в энергии. Однако стоимость строительства солнечных панелей для заполнения этой области оценивается примерно в 20 триллионов долларов. Проект ХААРП Менее благожелательным примером современного использования науки, лежащей в основе теории беспроводной передачи энергии Теслы, является правительственный проект в США под названием ХААРП. Это программа высокочастотных активных авроральных исследований на Аляске, якобы была закрыта несколько лет назад после того, как ВВС США сочли ее бесполезной. Но на самом деле ХААРП до сих пор работает, и именно с ним связаны все природные катаклизмы за последние годы. В то время как Тесла осознавала альтруистическую полезность ионосферы как передатчика радиоволн и энергии, американские военные, вероятно, изучали ее с еболее зловещими целями. Несмотря на его почти 300-миллионный ценник и выраженное желание союзных стран, правительственных учреждений и университетов продолжать исследования, объект якобы был закрыт, но только на бумаге и для общественности. Итак, что же изучалось в ХААРП, управляемом несколькими подразделениями вооруженных сил США в Гаконе на Аляске? Шансы кажутся хорошими, что это не было связано со свободной беспроводной энергией, которая будет рассеяна по всему миру. Заговоры, окружающие программу, варьируются от смертельных лучей до ударных электромагнитных волн для отключения оружия, а также радиолокационных систем и управления погодой. И эти опасения были не только у американских и канадских граждан. Европейский Союз также призвал к большей прозрачности с ХААРП и экспериментами, проводимыми там. Очевидно, что нереализованное видение Теслы о беспроводной передаче энергии не было полностью похоронено и все еще может осуществиться в той или иной форме. Будет ли правительство придумывать, как использовать его в деструктивных целях, или новатор будет использовать его для той цели, для которой он предназначался Теслой, покажет время. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.